Здравствуйте! Вот дело было в самом конце 20 века, и в Европе, в передовой такой стране Голландии, произошло историческое событие. В Голландии был принят закон, который разрешает эвтаназию, умерщвление безнадежно больных людей. Ну, с их согласия, с согласия их родственников, всё как положено. Между прочим, закон такой, я бы сказал, скользкий. Эвтаназия уже была в Европе разрешена, в гитлеровской Германии. Очень несимпатичный, так сказать, кусочек истории европейской. Вот это вот перекликается нездорово. Конференция была у нас здесь в России, посвященная эвтаназии. Проводили её как раз голландские врачи. Они в этом деле, оказывается, имеют большой опыт. Они до закона, до принятия закона, занимались уже эвтаназией. Они внимательно нам всем объяснили, прочитали такую большущую лекцию, как надо составлять композицию, чтобы отправить на тот свет человека. Вот учили нас. И рассказывали, что у них большой опыт. Значит, до закона они уже занимались эвтаназией. И я понял, что такую замечательную вещь, как принцип наш, юридический закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, Пётр Первый привёз нам из Голландии вместе с картофелем. Вот оттуда позаимствовал. Как-то немножко непонятно мне было, как это так голландские врачи отправляли на тот свет людей, и теперь об этом ещё не стесняются рассказывать. Хотя это было тогда незаконно ещё. Ну да ладно. А как к этому относиться, к эвтаназии? С одной стороны, вроде бы, людей освобождают от мук. А тут два возражения. Первое. А кто сказал, что человек безнадёжно больной? Врач сказал. А что, врач не мог совершить ошибку медицинскую? Это запросто. Однажды у меня, к счастью, была не моя жизнь под угрозой, жизнь моего зуба, его прописали, прописали его удалять. Я пришёл к врачу, врач забыл у дома очки, такая старенькая, стоматолог, и сослепо его вылечил этот зуб. И он у меня долго ещё жевал. Вот так вот. Так что, вы видите, вот такая вот ошибка. Устранена была чисто случайно. А тут что же получается? Второе возражение. У нас в судах во многих европейских странах, включая Российскую Федерацию, исключена смертная казнь в качестве приговора. Нет её больше. Потому что ужасно не то, что останется жив человек, совершивший преступление нехорошее, а то, что могут осудить на смертную казнь человека, не совершавшего его. Да и совершившее преступление, в конце концов, раскаяться может. А тут не судья, не присяжный, без прокурора всякого, без многоступенчатого контроля верховных судов и промежуточных инстанций врачи приговаривают человека к смерти. Скажут, а вот этого можно отправить на тот свет. Видите, это называется внесудебная расправа, кстати говоря, по-другому-то на юридическом языке. Это не очень хорошая вещь. И вот историческая память европейцев и гитлеровского периода, и сталинского периода, она такая вот больная на внесудебные расправы. А тут, понимаете ли, как. Ну, в общем, я вам высказал своё отрицательное отношение к эвтаназии, как к очень рискованному законодательному такому вот сюжету. Вот, выполнил свой гражданский долг. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, до свидания, удачи.